Мои родители большую часть жизни провели в ссорах. Последние шесть лет они вообще друг с другом не общаются. И я с ними не очень-то стремлюсь общаться. Очень тягостное это общение. Нарушаю ли я заповедь о подсчитании родителей, прекратив общение с ними? Можно относиться с почтением и сведя общение до минимума. То есть это ведь вопрос совести человека. Это мы можем спросить, но люди для этой семьи внешние. Как у тебя дело обстоит с заповедью о почтении родителей? И человек внутри своей совести должен решить, как он. Если без почтения, то это неправильно. Многие говорят, на расстоянии это почитать легче. Разумеется, никто не спорит. Потому что когда человек от тебя что-то ждет или требует, то это как-то труднее дается. Но здесь мы должны участвовать в выработке навыка в искусстве возможного. Апостол говорит, по возможности будь со всеми в мире. Потому что не все от нас зависит. От нас зависит только одна часть. И вот в своей части мы должны делать все, что возможно. То есть мы двигаемся навстречу человеку, а он может к нам навстречу не выйти? Конечно. Ну, в ту меру, в которой для нас это допустимо, и в ту меру, чтобы его не раздражать. Но этот человек может решить только внутри своей совести. Потому что очень мало информации. Это надо, собственно, пожить с ними от встречи до встречи. И послушать разговоры, как родители относятся к сыну-сынку, как они комментируют его такое отстранение. И так далее, и так далее. И тогда можно решить. А так вот заочно сказать... С иным человеком благо есть не общаться вообще. Ну, конечно, даже это есть, может быть, и твои родители. Я сегодня присутствовал при одном общении, даже в нем участвовал. Где юноша молодой благодарил за то, что его отобрали у его матери. И он благодарил, и слезы лилися из его глаз. Потому что ее участие и его брата было ужасно. И он осознает, от чего он был спасен. И благодарил тех людей, которые его спасли. Так что всякие бывают жизненные обстоятельства. И я думаю, не Господь Бог. И он не говорил о матери без почтения. Как-то ничего. Очень даже деликатно этой теме коснулся. Хотя у него слезы лились из глаз. Так что всякие бывают обстоятельства. Очень вполне уважительные. Но это решается только внутри. Только человек сам может сказать. Обычно вот, ну, каждый день приходят люди, которые раскаиваются. В том, что недостаточно хорошо относились к родителям, которые вот умерли. Там, третьего дня или девятый день. Вот пришли в церковь, помянули. А, говорит, вот, приходят на исповедь. И вот чувствую, что я совсем не все сделал. Я мало общался, я раздражался. И это все абсолютно. Почему-то со смертью человека все плохое забывается. А вот не надо ждать, пока человек умрет. А надо делать, чтобы, когда умер человек, чтобы твоя совесть была спокойна. Что ты сделал все, что мог. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...